друзья доброго времени суток с вами я ирина на канале все лучше а греция снимать особо нечего имеется в плане интересной информации новых мест но вот сейчас я иду по одной из центральных улиц волоса люди есть на остановке возле банкоматов возле банкоматов штрафуют если три метра три метра хотят чтоб соблюдали дистанцию но никто не соблюдает как я вижу потом много людей я видела возле почты очень большое скопление потому что вовнутрь пускать естественно по талончиком чтобы находилось определенное количество людей внутри пока режим карантина у нас не изменился как было как я вам рассказывала из последних сводок то же самое осталось и на сегодняшний день я отправляю смс с той целью с которой выхожу и выхожу я отправляю все время смс что я иду на спортивную прогулку сегодня 31 марта так вообще по оживлению наверное дождей греков пугали сейчас людей гораздо больше и я не стараюсь ходить многолюдных местах такие как набережная но людей значительно больше чем первые дни после объявления карантина а здесь улица следующая улица параллельно это эрму прогулочная там где магазины все получается от набережная третья улица это эрму голос очень простой город и доступный параллельно перпендикулярный не запутаешься если знать в каком направлении находится море вот магазина магазинах где космоте и водафон мобильных телефонов и там связь оплатить и так далее можно мобильную там очереди есть опять же только из-за того что не пускают много людей я иду в сторону банкомата мне надо снять деньги вот вижу тоже здесь возле банка но не моего стоят тоже в очереди люди что я заметила еще во время карантина что у нас мусор вывозили раньше рано утром ну именно в нашем вот районе где я живу а сейчас вывозят два раза в день вечером ну где-то там после обеда не где-то в пять часов пол шестого и вот утренние часы причем едет одна машина которая забирает мусор вторая машина которая моет эти ящики ну так и раньше было но не всегда уже возле банка большое скопление людей зайти в банк может банкомата нет это зайти в банк люди хотят у нас очень хорошая погода уже стоит четыре дня днем до 20 и даже больше на солнце конечно а вот вечером вчера мы с хостесом гуляли было 15 тоже очень тепло безветренно полиция кругом выборочно проверяют эсэмэски документы которые должны соответствовать фамилии и так далее штраф 150 евро если нету эсэмэски я без проблем сняла деньги вот людей мало ну было там три человека получила спокойно то есть зайти в банк большая очередь и в центральных банкоматах тоже здесь на набережной я вот уже нормально нету такого количества людей получается я вышла из центра практически в конце уже набережная здесь людей немного но на солнце вот честно жарко ветер холодный потому что на пелье не не характерно для этого времени еще лежит снег когда у нас были 5 дней подряд дожди там все засыпала снегом и ветер при этом холодная то есть не можешь расстегнуться потому что ветер ледяной сми появились очень ободряющие для нашего пост для людей постсоветского пространства новости которые свое время мы все делали прививку бцж от туберкулеза именно эта прививка защищает от коронавируса и сейчас сделаны 4 тысячи экспериментальных образцов с добавлением некоторых новых компонентов отправлены в италию есть добровольцы которые хотят на себе это испробовать и возможно мы в принципе будем спасены почему потому что в европе не делали эти прививки в те времена считали что от них есть осложнения на онкологические заболевания и профессор из германии обратив внимание на то что в восточной германии практически нет заболевших людей нет вообще смертности еще на на фоне этого сделал вывод что именно эта прививка и спасает людей потому что восточная германия тогда мы дружили советским союзом они и делали эти прививки поэтому есть большая надежда еще сто процентов эти данные не подтверждены но я очень воодушевилась этой информации все-таки здорово это порт там здание с лодок разрешено продавать рыбу поэтому сейчас уже пол первого уже распродали тут пару рыбаков осталось но этот вариант деятельности они разрешают рынки у нас тоже не закрыли потому что здесь рынки базары отличаются от наших там продаются только овощи и оливковое масло в основном поэтому они раздвинули ряды на расстоянии полтора два метра друг от друга продавцы и разрешили им продавать почему потому что чтобы не было в супермаркетах столпотворение вот и сельское хозяйство не потерпела убытки я считаю что решение правильно сейчас как раз сезон уже клубника в разгаре я вот купила в пятницу уже 250 евро килограмм то есть совсем низкие уже цены здесь она изначально не бывает очень низкой даже в сезон я не покупала дешевле полтора два евро за килограмм даже в разгар сезона а так как в этом году зима была очень теплая то сезон клубники начался гораздо раньше я начала покупать от 5 евро килограмм сейчас уже два с половиной потому что очень люблю клубнику я не буду близко подходить туда но там какая-то рыба есть чайки рядом я еще не заходила и моих роликах этого не было это железнодорожный вокзал волосе здесь сообщение только с ларисы поезд из двух вагонов ездит вот ну и товарные составы которые возят там товарное сообщение так что сейчас есть повод хожу брожу по разным улицам показать вам и железнодорожный вокзал волосе тут тоже людей нету потому что я не знаю ездит ли поезда но я думаю что ездит потому что автобусы транспорт по городу и по межгороду ездит но сократили рейсы потому что очень мало людей сейчас передвигается третье какое количество миранже это скрещенный мандарин с лимоном запах мандарина кислый как лимон очень много таких деревьев растет волосе они уже начинают так тут есть и плоды но также уже вот-вот раскроются цветы начнется цветение когда цветение здесь такой аромат в городе стоит потому что этих деревьев очень-очень много посмотрите какая машина кстати в греции нередко можно встретить жигули и очень часто не его старого образца я иду вдоль стены где находится вокзал слева от меня видите но таких деревьев везде у нас даже даже под окном под балконом и вот когда цветет это дерево боже в квартире пахнет запах ну как будто лилия цветет только более нежные и не давящий такой запах аромат в общем хожу где попало лишь бы людей не было я вышла еще на одной из центральных улиц волоса хочу заметить что на кипре изменились правила карантина так как людей очень много стало гулять не соблюдают дистанцию то разрешено только раз в день выходить по определенной смс по определенной нужде как говорится и все и штраф 300 евро сделали мы сначала не прочитали что на кипре думали что-то на всю грецию я немножко была огорчена но потом слава богу у нас такого пока нет но думаю что если кто-то будет нарушать то тоже так сделают вот супермаркет видите люди стоят чтобы зайти один человек выходит другой заходит дают талончики номерки так что такая вот система вот на этом наверное я буду заканчивать сегодняшний репортаж потому что вы все поняли что у нас происходит когда будут какие-то новости я обязательно сделаю следующее видео потому что информативности мало и грузить вас пустыми роликами не хочется на остановках смотрите какой цветочки до новых встреч думаю что мы скоро выберемся из этой ужасной ситуации и заживем прежней нормальной жизнью потому что любая эпидемия она имеет пик я уже досконально изучила это все и вот пик этот пройден сейчас эпидемия пошла на спад будем надеяться что это так и есть всем желаю крепкого здоровья